Всем привет! Снова с вами канал Чаполинка. Меня зовут Евгений. Давно не виделись. Ну вот, решил снять небольшое видео. Появилась интересная такая тема, о чем я хотел вам рассказать. Пару дней назад я снимал видео в одной из языковых школ в Токио и наткнулся там на мировую карту, географическую карту мира. И она мне показалась интересной, поэтому сегодня я вам расскажу, чем отличается географическая карта мира Японии, которая здесь печатается, продается и висит в школах. И покажу, как она выглядит. Ну и пару особенностей, которые выглядят очень интересно. Давайте начнем с того, что географическая карта мира в различных регионах, в различных странах выглядит немного по-разному. К примеру, я слышал, что карта в Австралии перевернута наоборот, и получается Австралия находится сверху, вся остальная часть Европы и Азии снизу карты. Возможно, это неправда, но слышал я такое. И в Японии карта отличается от той, которую нам показывали в школах. Напомню тем, кто забыл, как выглядит географическая карта мира, которую нам показывали в школе. Справа у нас начинается Тихий океан, Азия, сверху Камчатка, Япония, и пошли в сторону Европы, и карта заканчивается Северной и Южной Америкой, континентами. Ну и Аляска немного отрезана. Так вот, в Японии, так же, как и в Америке, карта выглядит по-другому. В Японии, получается, карта начинается не с Тихого океана, а с Атлантического. Поэтому справа налево сначала идет Северная и Южная Америка континенты, потом Тихий океан, и уже дальше идет Азия, Европа, и заканчивается Атлантическим океаном. Если мне не изменяет память, то Гренландия немного отрезана. Кроме этой особенности, есть еще одна интересная. Если приглядеться поближе, а посмотреть именно на саму Японию и ее территорию, то жители России и стран СНГ, кто хорошо учил и знает географию, в принципе, или следит за новостями, заметит, что, к примеру, два южных Курильских острова выделены на карты как японские. А кто идеально знает географию мира и кому что принадлежит, то кроме Курильских островов, на юге Японии есть еще несколько островов, спорные, которые Япония не может поделить ни с Китаем, ни с Южной Кореей. Поэтому японцы не только так относятся к Курильским островам, которые считают своими, но и есть у них проблемы с Китаем и с Кореей, где делят они некоторые острова. Вернемся же к Курильским островам. Да, несмотря на то, что на данный момент истории эти все территории официально принадлежат Российской Федерации, Япония до сих пор считает эти острова своими. И на картах в Японии два южных острова принадлежат Японии. Кстати, такой лайфхак тем, кто живет на этих южных островах. Не думаю, что там много людей, возможно, больше военных. Но обычным жителям есть очень хороший способ проверять погоду. На сайте компании Yahoo, правда, он на японском, если зайти, то буквально можно по часам смотреть, когда будет дождь и какая погода, очень точная погода, прогноз погоды в Японии. И вот южные Курилы, два Курильских острова, могут спокойно пользоваться японской системой и смотреть буквально поминутно, когда будет дождь, к примеру, когда будут проходить дождевые облака. Но помимо Курильских островов, кстати, есть еще один интересный момент, на который я, в принципе, не обращал никогда внимания, но на этой карте я увидел, оказывается, кроме Курильских островов, на японских картах часть Камчатки, половина Камчатки, тоже является японской, даже не японской, наверное, более спорной территорией, потому что они отмечают эту территорию таким серым цветом, то есть это вроде не российская, не российская территория, не японская, но вот такая спорная. Как я знаю, это относится к конфликту до Первой мировой войны, когда еще часть Камчатки принадлежала Японии. Вот так вот выглядит географическая карта мира в Японии. Такие вот особенности, не нужно как-то агрессивно, негативно на это реагировать. У каждой страны есть своя история. У Японии до сих пор считается, что Курильские острова и Камчатка являются их территориями. К примеру, некоторые жители Российской Федерации до сих пор считают, что Аляска – это территория Российской Федерации, ее нужно вернуть. Ну и в современной истории есть пример полуострова Крым, который тоже в разных странах отображен как различные территории. Ну вот на сегодня все. Пишите в комментариях, что вы думаете по японской карте. Ну а с вами увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!